Потому что когда тебе некий элитист, аристократ с Итона говорит, что вы не понимаете, что такое динамичное стокалистическое равновесие, а следуете за мной, я вам скажу, где вам будет счастье, это элитизм, просто навязывание некой точки зрения взамен за что? За то, что вы не сопротивляетесь монополии государства на многие сектора ICB-24 деятельности. Живая, потому что это для «Como agens», а не для «Como economicus» – переживка экономической теории, которая, на мой взгляд, и до сих пор находится в мозгах у многих полисовикеров. Наконец-то естественное, потому что не предполагает использование искусственных анаболиков для стимулирования роста, догоняющее развитие, стимулирующее развитие. Это все, собственно, анаболические теории роста, когда на том человек расплачивается. Обыкновенный человек в виде безработицы, в виде потери вкладов, в виде конфликтов, потери имущества. На нашем посредском пространстве десятки примеров того, как мы страдаем от такого рода анаболического роста. 1998 год – дефолт России, Беларусь в последние шесть лет шестикратная девальвация рубля. Собственно, это все еще впереди, потому что источники этих всех безобразий у нас открыты. Итак, что представляет новая теория развития роста? Во-первых, основные компоненты свободы выбора. Причем, свобода выбора – юрисдикция. Человек, живя в неком определенном генетическом месте, он может выбирать гражданство, быть гражданином энного количества стран, как ему захочется, выравнивание прав всех граждан или граждан, кроме права быть избранным и избирать в органы госуправления. То есть экономически вы можете быть абсолютно под юрисдикцией любой страны, которая вам нравится, и совершенно спокойно в этом ключе работать и принимать решения. Конкретная конкуренция судебных систем. Опять, никто вам не имеет право навязывать юрисдикцию данного конкретного государства, вы можете, собственно, сам ее выбирать и помечать в контрактах, в договорах. Причем, я также предлагаю, например, что для того, чтобы выносить некие осуждения, относительно тому, кто виноват в споре, может обыкновенный человек, если это человек без юридического образования, если вы считаете, что он является мудрецом, авторитетом, и его деньги являются обязательным исполнением. Открытая конкуренция денег. Я считаю, что как бы не развивался биткоин в криптовалюты, мультивалютность в данной ситуации является самым подходящим способом, по крайней мере, минимизации последствий центральных банков. И даже если бы на нашем пространстве было, например, в России, в Белоруссии, в Украине легализованы пять валют, которых они были параллельно, включая право имитировать золотые деньги или криптоденьги, это было бы такое поле конкурентно-денежных платежных средств, для того чтобы, в конце концов, через 20-50 лет с этого вынесли сделать нечто, что будет опять народным, демократичным выбором обыкновенных людей. Эволюционно люди выберут нечто новое после столетней доминации государства над деньгами. Открыта конкуренция производителей финансовых услуг. Опять-таки финансовые посредники. Сегодня попробуйте войти на рынок финансовых услуг без получения лицензии. Это барьер, их не должно быть. Поэтому здесь опять должно быть открытое свободное пространство. Причем, друзья, я говорю не для Америки и Англии сейчас, я говорю для развивающихся стран, которые находятся в состоянии кризиса и говорят, что нам делать. Что нам делать предполагает не создание национальных институтов финансовой системы, которые бы не пускали других конкурентов, а наоборот раскрепощений. Открыта рынок труда. Кодекс о труде вообще нужно похоронить, серифидировать. Собственно, они являются документами, которые создают дополнительные полномочия для чиновников, но не как для работодателя и для объемного работника. Поэтому в ситуации, когда ты можешь работать в интернете под юрисдикцией любой страны, архаикой в виде кодекса о труде и любого такого законодательства является просто продекс далеко минувшим днем. Это компонент на рынке земли. Особенно, я знаю, после этого пространства в той же Украине, такое понятие как предназначение земли является очень серьезным барьером на ее использование, включение в полноценный экономический уровень. Нужно ликвидировать, потому что я, пользуясь опытом Новоделандии, когда я сегодня хочу пшеницу вращивать, завтра я деревья сажу, после этого я могу построить футбольное поле. Мое дело, моя земля, мои активы. Точка. Вот такой подход. К сожалению, вот это вот навязывание земельных отношений Запада для настоящих стран ведет к тому, что мы создаем площадь для появления аграрных баронов, которые просто потом единые маленькие фермеры вытесняют и создают вот такие аграрные, очень опасные, сегритикативные связи с государством под видом обеспечения продовольственной безопасности, которое само по себе является полным абсурдом. Открытая конкуренция на рынке товаров и услуг, не обязательно запретов особого входа на рынок товаров и услуг, кроме тех, кто представляет непосредственно грозу жизни и здоровья человека. Потому что производство ядов таких людей, или с точки зрения, даже если мы практически не в теоретическом мире живем, в инвентарианском, где все хорошие, добрые, порядочные, никто не будет терять друг друга, на самом деле первая половина 90-х годов показала, что эту нишу заявляют люди в маленьких книжаках, которые плевать на ваши взгляды, им бы важно собрать с вас какие-то деньги, для того чтобы, а почему, ну потому что я в семье, я с автоматом. Поэтому здесь определенный вопрос обсуждения, какие товары входят в эту группу, число очень ограничено, потому что вам, на самом деле, не нужно быть теоретическим фьюристом, типа вот все товары с свободными планами, исходить из того, что появится группа мошенников, которая, собственно, появляется, которая может травить людей, может даже сознательно, для того, чтобы обвинить вас и обвалить вас в интервент, какое-то антигосударственное. Готовность к глобальной сетевой интеграции, то, чего не было даже 50 лет назад, даже 20 лет назад, потому что развивающаяся страна, которая создает предпосылки и готова интегрироваться в глобальные сети, леста увеличивать свой потенциал превращения себя в развивающуюся страну. Каких сетях хотел греть? Конечно, сеть интернет со всеми текающими последствиями, сеть энергетики, которая должна быть, сеть транспортных услуг – это удилизация и дронизация страны, ликвидация адаптивных барьеров на развитие шеверной экономики. Грубо говоря, когда мы говорим, давайте мы сделаем народную экономику, а при этом мы запрещаем людям использовать свой капитал для получения дохода дополнительного, это, конечно, абсурд, это статизация и собственность. То, что у шеверной экономики сейчас развивается, когда вы можете дать заренду, даже, не знаю, свой плуг, свою матричку, свою дорогу. Это, на самом деле, великолепная вещь, которая, я думаю, надо развивать, развивать шеверную страну в первую очередь. Розничные услуги. Опять-таки мы говорим про конкуренцию розницы, отсутствие, противодействие монополии, сетевых структур и национального производства. Ну и, наконец, открытая конкуренция на рынке логистичных услуг, амазонизация, она очень важна, особенно если вы будете устраиваться в производство через 3D-принцип, через аддитивную технологию, и вы будете занимать такую часть производства, это абсолютно четко вам необходимо. То есть, чтобы вы были либо амазон, либо конкуренты амазона, но чтобы не было для этого никаких предметов. Да, да. Требования государства. Вот, так говорим, вы видели секции сетям, требования структурности и конкуренции. Сейчас каким должно быть государство, потому что, поверьте, чиновники, разговаривали с людьми, которые были в новой власти после общения с западными специалистами-теоретиками, они не понимают, вот они воспринимают, что им можно делать все. Вот, то, что я вам чуть выше сказал. Введение предельного размера совокупных госрасходов 20% ВВП, причем распределение должно быть 5% в федеральном уровне или в федеральном уровне 15% в местном уровне. То есть, это распределительная рубашка для государства и секретики. Без нее любые формы распределения, контроля за распределением 40-50% ВВП обречены на этапизацию, экономики, на воспроизведение и реванш тех кланов и структур интернационизма. Запрет 10-та бюджета, финансирование за счет кредитов максимум 1% ВВП, в случае, например, какой-нибудь шрока, который может быть, но не должно быть больше двух или подряд. Отмена импортных наложенных пошли для малократных экономик, либо, если это важно вам для бюджета, введение плоской импортной шкалы 3-4%, потому что под стойкой растамаживают в серой экономике таможенники Украины, Украины, России, Мондовы. Для них есть такса. Любой груз может растаможить под школьной. 3-5%. Возможно, мы идем от людей, от тех неформальных институтов, которые существуют. Запрет органов госвластии учреждать коммерческие организации и выйти из существующих организаций. Опять правило, которое никогда не было озвучено в рамках переходных экономик. Финансирование госрасхода за счет трех налогов. Это мое убеждение, что налоги должны быть обязательно плоские, не должно быть НДС, не должно быть налога на прибыль коммерческих структур, потому что это самые страшные и сказающие налоги, которые создают собственно, эти самые привилеги для отдельных. Требования дальше. Ликвидация полномочий государственного получательства цены, производства и так далее. Вот это все происходит. Ликвидация государственных пенсионного фонда и переход на безусловные платежи всем тем, кто 65 лет по возрасту и старше, потому что существующая пенсионная модель это удавка такая, это страшилка такая. На самом деле, просто нужно честно сказать людям, что да, мы вас не согласим, потому что не в рамках сложнейшей поэзи-геосистемы, а в рамках простого просерта людям, которым сейчас 5 лет и проще. потому что они уже были соучастниками этой системы, которая привела к кризису. И наконец, выделение то, что очень важно, и что ликвидации часто забывают о кризисе, не авторитаризм, не авторитаризм, а вы предполагаете, что будут следующие выборы, и вас могут избрать или выкинуть с власти, и придет камбэк, ревизия такого же традиционалиста, вам нужно понять, что денежная помощь, по четким критериям, должна быть людям на местном уровне, открыта и понятна. Я в свое время в Беларуси разработал закон о адресной денежной помощи, с четкими критериями, с публикацией списков того, что получать эти деньги. У меня это очень простой. В беларусской системе, я думаю, что в Российской тоже главными бенефициарами государственных оливудов вне денежной форме является 10% самых богатых граждан. Значит, мы либо в беде помогаем тем, кто нуждается, ведом в беде, либо мы помогаем олигархам отапливать их огромные виллы и все прочее. Инициатива очень импортит интегрентация. Когда мы говорим про эффект, вам нужно понять, что мы не берем одно-два элемента вырываем из контекста и, собственно, используем их, как нам бог на душу положит. Здесь очень важно подготовить четкое блюдо по рецепту, где каждый ингредиент очень важен. Если, например, вы делаете какой-нибудь шикарный бифштекс, потом поливаете его тратителем соусом, ваш бифштекс просто весь ядовит. Либо, например, дать это дело начать с репутацией, у него сейчас там down, но если, например, вы хотите сделать клуб не на один сезон, как Лестер, а хотите сделать клуб на десятилетие, вам нужно не только думать о нападающем Рональдо, защитнике таком-то нужно думать о всех элементах подготовки полноценного футболного трубы на long-term. Конец состояния справления очень важного проекта, что будет, если новая теория развития роста мы используем рост ВВП в 3-5 раз, я думаю, я почему так говорю, потому что гораздо меньшая степень экономической свободы давала поразительные результаты в обеспечении экономического роста. Рост поразительности труда, рост реальной доходы, собственно, вы это все видите, но самое главное, мы с вами на последний пункт, формирование культуры, потому что также элемент культуры экономисты, сторонники теории развития главных вещей, они игнорируют, а здесь, если у нас не будет революция идей и подготовка к культуре, то тогда наши достижения даже в рамках 50-ти лет, они являются эфемерными и могут очень легко быть разрушены. Таким образом, возвращение человека в экономическую науку, возвращение экономической власти потребителю, а не чиновнику, упрощение Левиафана, практическая реализация морального принципа невидимой руки Адамы Смита, очень важная, как это, чтобы рыть, давайте мы сделаем невидимую руку, чиновники и политики по сценарию А как это? Это какая рука должна быть? Поэтому мы должны быть более компетентными, мы получим гораздо больше мира кооперации в районе, и самое главное, мы укрепим институт семьи, потому что институт семьи будет фундаментально важен в обеспечении социальной защиты и обеспечении благополучного статуса. Таким образом, давайте сделаем знание человеческого действия нового в Бразилию. Спасибо большое. У нас есть время буквально на два вопроса, пожалуйста. – Извините, пожалуйста. Я хочу одного замечания и одного вопроса. Замечание, что упрек то, что вот институт реализации не разработаны в прошлом году, но ведь администическая школа, собственно, тоже не будет этого замечания. А второе, не могли мы прояснить вот касательно базового бездомного дохода, для лица, сказали о шрифийских ветеринах. Во-первых, почему такая граница, во-вторых, как гражданство хочет нам даваться вновь. И вы не приезжаете, это потому, что старики будут там приезжать? Старики приезжают, на 70 долларов, я думаю, что точно не будут. Поэтому вопрос, когда вы делаете это в Шрицарии, и у них там безусловный доход 2500 евро, это одно. В этом, наверное, 8% молодых пожилых россиян, белорусов, в России, в России, в России. Другое дело, что безусловно доход дается гражданам, которые живут, а в самом деле очень даже все 65 лет, это абсолютно амбибрально, это общественный договор, это согласие элит. Я, как ученый, могу с вами предлагать возраст. Почему? Потому что, на самом деле, после выхода на пенсию, согласно тому, сколько человек живет после выхода на пенсию. В жизни после выхода на пенсию 17 лет мужчинам, 24 года женщинам. Соответственно, для того, чтобы как-то сделать систему, в которой они жили, балансировать